офис это то место где мы проводим значительную часть своего времени сегодня в программе нечего скрывать мы рассмотрим самые стильные офисные пространства москвы это центральный офис компании яндекс в котором работает около двух тысяч человек для создания интерьеров привлекли опытных специалистов которые создали уютную атмосферу не в ущерб рабочему пространству офис яндекса бизнес-квартале красная роза мы начали вводить эксплуатацию с 2009 года офис яндекса работает без выходных 24 часа в сутки именно поэтому на территорию организованы разнообразные зоны для сотрудников мы сделали переход между второй и третьей очередью и чтобы наполнить его жизнью мы там разместили библиотеку помимо этого для наших сотрудников нашем бизнес-центре есть два кабинета врача также есть два массажных кабинета есть спортивная зона есть зал йоги очень многие у нас любят настольный теннис или бильярд и даже устраивать соревнования сотрудникам разрешено работать в любой точке офиса не только за своим столом рабочим местом может стать любой приглянувшийся диван гамак или даже шезлонг на одной из крыш где кстати можно даже поиграть в огромные шахматы каждый этаж имеет свое индивидуальное цветовое оформление здесь 55 переговорных каждый из них имеет не только свой цвет но и необычное название включающие в себя номер этажа и некое ассоциативное дополнение например седьмое небо пятое колесо или просто оранжевый галстук мы сейчас находимся у одного из наших форум зеленая стена которые полностью находятся на автоматическое самообслуживание кр-2 у нас например система охлаждения решена системой капилляров которые встроены в потолок и в стены есть автоматизированная система охлаждения использование дерева если предусмотрено проектом то обязательно изне горючих материалов или с обязательной пропиткой помимо соблюдения пожарных норм мы также стараемся в наших офисах использовать гипоаллергенные материалы яндексе там очень яркие цветовые сочетания вот мы должны понимать что в офисе да можно конечно оживлять таким образом как бы работу офиса то есть сделать какие-то красные желтые пятна там и так далее но мне кажется это может отвлекать в хорошем качестве офисе делается высококлассная вентиляционная система создать правильную температуру создать качество воздуха качество среды это очень важно проект one to trip стартовал в мае 2011 года сегодня является лидером на рынке онлайн бронирования в россии офис компании занимает пространство в 900 квадратных метров с панорамным балконом попадая к нам в офис первое что увидите это телефонную будку в ней даже установлен телефон посмотреть вы конечно по нему не сможете но наши сотрудники часто используют для разговора по мобильным телефоном при разработке дизайна учитывались важные для компании моменты такие как комфорт сотрудников и выдержанный стиль петр кутиц основатель компании принимал активное участие в создании интерьера офиса и дизайнер марина багрова ему в этом помогала нашей главной задачей было создать современное и комфортное пространство для работы каждый день наши сотрудники проходят мимо красной телефонной будки из лондона мы завтракаем обедаем пьем чай и общаемся за широкой деревянной барной стойкой нью-йоркском стиле и все это нужно для того чтобы помнить для чего вообще собрались здесь а именно делать лучший сервис для таких же путешественников как и мы перед дизайнерами стояла задача креативного подхода и оригинальных идей дабы передать дух путешествий воплотилась идея в деталях например использование посадочных талонов и деревянных стрелок указателей в интерьере да кстати у нас есть коллекция самолетиков первого из них появились как только мы переехали в этот офис но потом коллекция начала расти благодаря нашим партнером и представителям авиакомпании которые приходя к нам в гости дарили такие небольшие сувениры весь офис состоит из нескольких больших опен спейсов которые разделены между собой легкими перегородками еще есть две кухни переговорные комнаты несколько кабинетов ресепшн зона и конечно наша гордость большой панорамный балкон получается так что самые интересные офисные пространства это у самых развивающих там быстро развивающих компаний ну вот one to three такой офис делится как правило на две зоны open space это для определенного качества сотрудников кабинета это для тех кто занимает определенные посты у кого есть определенные диалоги своими оппонентами что такое open space это там очень маленькое место для каждого сотрудника и если вы делаете очень много открытого пространства то вы экономите площадь офиса нахождение баланса между open space и кабинетами он чрезвычайно важно для экономии офиса для организации работы и так далее так далее мне кажется в этом есть большая суть потому что работа должна быть видна в 2005 году на частоте 100 и 1 fm появился серебряный дождь сегодня радиостанция располагается в офисном пространстве которое когда-то было заводским цехом офис серебряного дождя находится в этом помещении с 2004 года здесь раньше был слесарный цех на сегодняшний день у радиостанции серебряный дождь самый современный радиокомплекс чем мы немало гордимся но тем не менее некоторые элементы из цеха мы здесь оставили например это желтая кран-балка которая нас висит над коммерческим отделом и сверлиный станок марки зил который стоит у нас на ресепшене офис занимает 684 квадратных метра дизайн офиса мы разрабатывали сами в частности наш ведущий евгений бакаев за более чем 20 лет существования серебряного дождя накопилось множество артефактов наш массе достаточно много всяких оригинальных и дизайнерских вещей в частности на ресепшене стоит красный диван который разработан по проекту захи ходит у нас есть еще говорящая корова который зовут fm к на балконе второго этажа у нас стоит колодец желаний 1 россии и каждый желающий может зайти туда бросить монетку и загадать желание песни со соединяющие первый этаж со вторым примечательным тем что во первых она принимала участие в фильме день радио вообще нужно сказать что часть съемок проходил у нас здесь в офисе ну и кроме того это лестница с односторонним движением у нас висит светофор и если человек спускается сверху вниз по загорается красный свет нужно подождать пока человек спустится это сделано для того чтобы между сотрудниками не происходило дтп у нас в офисе всего три переговорных комнаты первое примечательно тем что все стены даже потолок увешаны фотографиями эти фотографии многие из них уже раритетные потому что мы даже переезжая старого офиса буквально отпаривали их чайником очень бережно открепляли перевозили сюда потому что они в единственном экземпляре и сейчас мы по-прежнему продолжаем добавлять их по одной-две фотографии после какого-то интересного мероприятия или концерта а еще под лестницу нас есть большая серебряная калоша который являлась декорацией на всех наших церемониях и сейчас все желающие могут сесть в эту калошу также как многие известные люди интересная тема это когда офисы возникают в исторических пространствах то есть когда берется какое-то производство забот бывшие так далее там замечается офис что касается вот офиса серебряного дождя то компания находится в старом здании или в старом каком-то пространстве которая раньше использовалась по-другому поэтому они там поставили какой-то пресс значит его как-то оставили как арта объект если не поставить такой артистичный диван это очень красиво потому что офис конечно не должен быть очень спокойным равнодушным он должен чем-то удивлять он должен быть каким-то атрактивным потому что люди работают если они все время будут находиться в таком сером упрощенном пространстве ясно что им будет в конце концов там через месяц через два у них уже голова пойдет кругом ему надо все равно какое-то две какое движение или какой-то интерес или артистизм пространства поэтому есть такой прием и вот в офисе серебряного дождя это сделано я считаю что это хорошо мы работаем для того чтобы добиваться каких-то побед когда мы побеждаем нам конечно вручает какие-то призы читаю что одним из лучших может быть да и в нашем деле это замечательный конкурс interior awards я не только в нем участвую но и побеждаю поверьте это нужно это нужно потому что тот же клиент когда приходит он понимает что за мной стоит большая работа большой опыт и победы в моей профессии без побед мы не можем двигаться дальше есть амбиции есть творческие успехи все это должно быть как-то отмечено